Ручная моторика складывается прежде всего из крупных движений. И после того, как в возрасте двух месяцев уменьшается сгибательный тонус в руках, и маленькие дети впервые видят собственные ручки и обсасывают собственные пальчики, они используют руки как рычаг в перевороте. Они используют руки для опоры, когда стоят, лежат на животе и ползают по-пластунски, когда становятся на четвереньках. Они опираются ручками в тот момент, когда учатся сидеть, чтобы сохранять равновесие, и карабкаются вверх для того, чтобы подняться. Все эти опорные функции, да, и локомоторные, очень важны для формирования крупной ручной моторики, и нет ловкости в руках и пальцах без предварительных этапов формирования опорной функции. И только в возрасте восьми-десяти месяцев после того, как маленькие дети раскрыли ладошку, научились ей операции отталкиваться от опоры, у них появляется ладонный, да, и пинцетный захват, который очень часто ловкость и мелкую ручную моторику связывают с формированием интеллекта. Но нету развития мелкой моторики, ручной, без крупной. И о всех особенностях активности детской и формировании движения рук мы с вами подробно поговорим на нашем сайте. Присоединяйтесь! Продолжение следует...